Мы, как настоящие архитекторы, начали нашу конференцию вовремя. У нас сейчас одна минута до начала конференции. В общем-то, уже сейчас 5 часов вечера, заявлена конференция. Сегодня мы проводим конференцию впервые на площадке замечательной выставки Архмосква. Мы прошлись немножко по выставке, увидели много очень интересных и творческих стендов. Надеемся, что у нас будет возможность еще посетить выставку, посмотреть. Я бы хотела сказать несколько слов о тех, кто зарегистрировался на нашу конференцию. Вот что интересно, что регистрация самая большая была вчера и сегодня. То есть мы очень оперативно меняли список наших участников конференции. А зарегистрировалось у нас 165 человек из Москвы, Великого Новгорода, Краснодара, Подольска, Чехова, Омска, Ростова-на-Дону, Одинцова, Ярославль, Санкт-Петербург. Это инженеры, архитекторы, гипы, гапы, магистры, студенты. Я вас всех приветствую здесь и я уверена, что по традиции архитекторов еще пять минут и придут больше участников. И надеюсь, что у нас даже не будет мест, где присесть. Сегодня наша конференция называется «Инженерия устойчивой архитектуры». Эта конференция организована вместе Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию, строительной теплофизики, теплоснабжения, АВОК. Этой ассоциацией уже 30 лет на следующий год будет. И ее руководитель, президент Юрий Андреевич Тагунчиков. Я его сейчас приглашу на сцену, пожалуйста. А также эта конференция организована Московским архитектурным институтом. Я думаю, что 90% участников этой выставки – это выпускники Московского архитектурного института. И здесь присутствует и будет перед вами уступать проректор Мархи Георгий Васильевич Езаулов. Я тоже бы его хотела пригласить. Если вы посмотрели программу, то вы должны были увидеть, что нас должны поприветствовать главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Ну, он занятый человек, я думаю, что он все-таки подойдет и поприветствует нас обязательно. Ну, для того, чтобы, если вы видели программу, вы видите, что у нас график очень плотный. У нас ключевым докладчикам предоставляется 20 минут, а остальным докладам предоставляется 15 минут. И только в самом конце мы доставили 30 минут, или сколько останется, нашему ведущему инженеру Александру Николаевичу Клубкову. И сейчас позвольте мне предоставить слово Георгию Васильевичу Езаулову, академику Российской академии архитектуры и строительных наук, профессору, доктору архитектуры, сослуженному архитектуру Российской Федерации, проректору Московского архитектурного института, вице-президента Российской академии архитектуры по отделению архитектуры с докладом «Отумного дома к умной системе расселения». Спасибо, уважаемые участники конференции, уважаемые участники выставки. Действительно, эта выставка занимает сегодня в ряду знаковых событий, даже своего рода символических событий архитектурной жизни и Москвы, и России. Достаточно ясное, определенное, значимое место. Тема сегодняшнего нашего обсуждения, моего доклада в частности, она связана с тем, что модель «Умный город», квартал, улица, развивающаяся система определений объекта, который наделен качествами «Умного», она все время увеличится. Я попробую пройти по этим нескольким ступеням иерархии. Итак, «Умный дом», определение, которое мы используем сегодня, оно достаточно известно и вошло в общие, скажем таки, читаемые и документы, и в интернете именно это определение существует. Важным здесь становится то, что понимают архитекторы и инженеры, создавая «Умные объекты» или «Умные дома». Итак, по существу два пути, которые сегодня наметились. Это пути или два подхода. С одной стороны, они связаны с тем, что дом понимается как некий контейнер, который можно начинить тем или иным оборудованием, научив его так или иначе подстраивать код потребности человека. При этом сама архитектура, сами пространства, они как бы не меняются. И вот второй путь, который обозначен здесь очень тоже кратко, он связан с тем, что «Умный дом» или «Умное здание» – это объемно-пространственные архитектурные методы, влияние их на энергопотребление, ресурсов движения, максимальное использование естественных, а не механических способов работы инженерных систем. Вот существуют сторонники и первого, и второго подходов, но жизнь показывает, что практически оба подхода будут развиваться, использоваться, и в их синтезе, наверное, будущее связанное с «Умным зданием» или «Умным домом». Когда мы говорим об «Умном доме», то мы, конечно, говорим об «Умных технологиях». Ну вот, я пользуюсь тем, что Юрий Андреевич, табунчиком, который будет выступать, формулирует это так. «Умные технологии» вы можете прочитать, то есть технологии, которые по существу обладают свойствами искусственного интеллекта. И искусственный интеллект. Если мы здание понимаем как систему, обладающую искусственным интеллектом, то совершенно понятно, что это здание требует уже иного внимания, проектировщиков. И что интересно для архитектора, для инженера, то, что изменение самой архитектуры, как бы динамичность ее форм, пространств, издавна волновавший человека, интересующий его, она становится частью вот этого процесса управления, интеллектуальным управлением, процесса, который дает возможность меняться зданию, адаптироваться. Сегодня очевидно, что эти находки должны быть использованы архитекторами. Но если мы посмотрим, то мы увидим, что подходы к тому, как этим воспользоваться, они вырабатывались еще в первой половине XX века. Знаменитая вилла Джиросоли в Бероне, инженер Инверници, была задумана так, что в течение дня дом идет вслед за солнцем, по железнодорожным рельсам и собирает эти лучи, ловит их, улавливает их. Дальше, конечно, эти работы продолжались, и мы видим, что уже сегодня существуют постройки, так называемый дом, который меняет расположение, состоящий из блоков, меняет расположение этих блоков, расположенных друг на друге. Блоки поворачиваются на 360 градусов. Это дегерал, дом шерифифа, который также решает эту задачу, улавливание солнца, набор ухода от него. И скользящий дом, который создали архитекторы в суфолке Великобритании, работы, ведущиеся в тематике биоадаптивных оболочек, они дают возможность регулировать состояние микроклимата в зависимости от движения тех или иных частей здания. Что это дает? Это дает возможность механическим способом обеспечить то или иное состояние здания. Как это развивается? И вот здесь очень важно, что... Следующий, пожалуйста. Что классические представления уже приобретают те объекты, которые построены буквально на наших с вами глазах. Известная мэрия Лондона, проектировщик Фостер, следующий, пожалуйста. Использует технические способы создания тех или иных микроклиматических условий. Нависающие этажи, обеспечивающие затенение, способность передать благодаря зеркалам и световодам свет искусственный, использование возможностей тепловых насосов и так далее. И это становится как бы частью, я говорю, как бы, потому что это уже не инженерные системы, подстроенные под оболочку, а это сама оболочка становится по существу инженерной системой. Следующий, пожалуйста. Здание меняет свой облик, когда оно нацелено на решение тех или иных инженерных задач с использованием энергии ветра, солнца. Ну вот, также тот объект, который вы видите сейчас на экране, это здание, построенное фирмой Сом, архитектором Сом. Оно имеет... Это Китай. В Ванчжоу построено здание. 71 этаж, 2011 год. Ветровая турбина потребляет, благодаря ее наличию, здание потребляет на 60% энергии меньше, чем если бы ее не было. И так далее. Здесь много чего, и фотоэлементы закрыты, тоже работающие по программе сбережения энергии. Следующий, пожалуйста. И тоже уже ставшая по существу такой классической иллюстрацией нового типа офиса Киберкут в городе Мумбаи. Тоже используют все вот способы влияния свойства естественной среды, природы на формирование микроклимата здания. Эти разработки идут дальше, и поэтому от привычной нам бионики архитекторы переходят в так называемые биомиметики, когда свойства живых организмов адаптироваться к тем или иным условиям или существовать жить в них, пытаются перенести на архитектурные сооружения. И тогда стена трактуется уже вот в проекте мексиканского архитектора Атагу, проектируется как кожа. И вот на следующем изображении вы видите структуру этой кожи, микротурбины ветровые, которые как бы и будут защищать здания, вырабатывать энергию одновременно, питать это здание. Вот все это в совокупности дает возможность по-новому мыслить архитектурные решения как часть новой природы, или естественной природы, если вы хотите. В совсем недавно, в 2014 году, построенное здание колледжа Эмерсона в Лос-Анджелесе, первом офисе, Томлея, кристаллическая решетка внешне защищает здание, защищает здание от солнца, ветра. А вот структура, которую мы видим металлических, именно полутора тысяч внутренних алюминиевых панелей, дает возможность, с одной стороны, раскрыть видовые перспективы и с окон аудитории и коридоров, рекреации, с другой стороны, и защитить здание от перегрева, солнца и прочее. Конечно, подобные проекты заслуживают очень большого внимания, в том числе и затрат финансовых, экономических, но они являются своего рода таким примером, моделью использования тех или иных средств, учета естественной природной среды. Нам это кажется иногда очевидным, особенно, когда мы говорим о достоинствах и достижениях народного зообщества. Но сегодня, благодаря многим новым технологиям, это по-новому читается и трактуется. Есть основания утвердать, что умный дом, по существу, меняет даже быт человеком. Во всяком случае, очень сильно на него влияет. Мне кажется, что проектные поиски новых форм российской архитектуры в этом направлении ожидаются прежде всего в регионах с наибольшим влиянием нетрадиционных источников энергии. О новой энергии, энергии чистой, энергии возобновляемой очень много сейчас говорится, но многое из того, что предлагается или планируется внедрять, не развивается из-за дорогоризной технологии. И поэтому, вот я приведу несколько цифр буквально. С 2009 года цены на солнечные панели упали на 75%, а полная стоимость строительства больших промышленных солнечных электростанций между 2010 и 2014 годами упала на 65%. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства энергии из возобновляемых источников, в 2030 году займет более 30% мирового энергобаланса. Инвестиции к тому моменту в нее составят 400 миллиардов долларов. Эти цифры дают возможность представить, что это будет будущее, и что архитекторы в этом будущем займут свое и очень важное место. Умные дома не существуют сами по себе, они живут в городе. И очевидно, вот переход такого количественного понимания, насыщенности тем или иным оборудованием, он привел к тому, что от умного дома, как локального образования, перешли к пониманию системы этих умных домов и понимания умного города. А что же такое умный город? Прежде чем остановиться на определении, мы с вами должны вспомнить или обратить свое внимание на то, что процессы развития в современном мире напрямую связаны с развитием и русским городом. В 2010 году, совсем недавно, каждый второй житель планеты жил в городе. В 2050 году городское население составит 70% землян. Значит, именно о городе идет речь. При этом увеличится и число так называемых убывающих городов, городов, которых нет будущего. Эти города имеют разные судьбы, но, тем не менее, например, Детройт в Соединенных Штатах Америки за полвека потерял в своей численности население в 2,5 раза. Актуальны проблемы моногородов и так далее. Как их решать? Очевидно, без новых технологий, без новых способов активизации жизни это сделать невозможно. Поэтому сегодня, когда говорят об умных городах, говорят о городах самых разных типов. От больших городов, благодаря Китаю мы имеем новое определение, нового типа города, так называемый гигаполис. Гигаполис. Мы привыкли к гигабайтам. Гигаполис имеет численность населения несколько сот миллионов жителей. И доманки городов, о которых тоже идет речь, населением до тысячи жителей. Вот весь этот диапазон и охватывают умные города. Итак, что такое умный город? Сегодняшние представления об умном городе примерно таковые. Умные города используют информационно-коммуникационные технологии с целью стать более эффективными и улучшить условия сервиса, качество жизни и так далее. И все это благодаря использованию самых различных технологий. В России умные города в основном следующие, пожалуйста. Это Сколково, Иннополис, республики Татарстан. Изначально строились Бакланов на чистом месте. Иннополис представляет собой модель поселения, ориентированная на цифровую экономику, в общем, как и Сколково. И именно она лежит в основе организации жизнедеятельности. Полистайте, пожалуйста. Комплексы застройки Иннополиса представляют собой современные решения, отличающиеся минималистским художественным подходом и оптимальным функциональным построением. Центральным композиционным узлом Иннополиса, только что перед этим увидели, является здание технопарка имени Попова. Цилиндрическая форма предполагает центричность. В 2012 году, основанный Иннополис, в январе 2015-го получил статус города. На принципах умного города проектируется и российский город Циолковский. У космодрома Восточный рассчитаны на 25 тысяч жителей. Из зарубежной практики наиболее известные на слуху Маздар, в эмирате Абудабе, и эко-город Сангдо, ну и другие, целый ряд других. Город Маздар представляет, это уже Сангдо корейский, они представляют собой разные способы реализации идей, но одинаково одно. Они сочетают новейшие технологии, пытаются создать структуры. И что важно для нас, структуры городские, которые неразрывно связаны с новыми технологиями, с информационно-коммуникационными технологиями. То есть умный город, это не только свойство модели, используя те или иные технологии, это их пространственная воплощенность. Вот что очень важно. Сангдо чем отличается? Ну, тем, что до парка, от каждой части, жилой, офисной, до парка, который центр города, 15 минут, 25 километров дорожек, велосипедных в городе на 250 тысяч жителей, 95% парковок подземные, работа в удаленном доступе норма, то есть иные отношения к транспорту, к передвижениям и так далее. Это, пожалуй, один из первых, может быть, первых примеров воплощения вот такого информационно-коммуникационного каркаса и его пространственной реализации. В Саудовской Аравии намечено строительство города Ниома. Ну, это амбициозный проект, пока только проект. Он рассчитан на много миллиардных банков инвестиций. Сама страна позиционирует его в стратегии развития до 30-го года как глобальный город нового типа. Состоится, не состоится, жизнь покажет. Умный город имеет ли будущее? Вот по расчетам экспертов Макинси, к 2020 году в мире будет около 600 умных городов. В 2025 году, совсем близко, эти города будут генерировать две трети мирового ВВП. Почему этим должны заниматься архитекторы, крадостроители? По оценкам консалтинговой компании Аруб, к 2020 году мировой рынок умных городских услуг составит 400 миллиардов долларов в год. Навигант Ресёч выделяет пять основных составляющих умного города. Это энергия, вода, строительство, управление, власть и транспорт. Технологии транспорта разнообразны. Будьте любезны. Вы видите, это скоростной вакуумный транспорт, доставка дрона, микрусов и трубопроводной или тоннельной перевозки. Совершенно очевидно, что это неразрывно, нераздельно связано с пространственной структурой, уличной дорожной сетью, преодолением тех или иных ландшафтных препятствий и так далее. Но это меняет не только структуру логистики, но и сам образ среды городской, пригородной и так далее. Как информационно-коммуникационные технологии влияют на пространство организации? Я попытался в таблице рассмотреть, есть ли связь на сегодняшний день площади, застройки численности населения вот в этих умных городах, оказывается очень разным. Приведу пример. Инополис российский, упомянутый мной, должен к фактическому сроку набора полной численности состава населения к 1935 году иметь 255 тысяч жителей, при площади 2,2 квадратных километра. Искандер в Малайзии при площади 2,2 километра должен иметь 3 миллиона жителей. Есть ли какая-то закономерность? Очень трудно пока ее найти, но очевидно, что связи возникают, они развиваются. Умные города показывают различные результаты. Дело в том, что модель умного города как к чего-то новому, она свойственна не только названным вновь проектируемым и строящимся, а как вообще всем городам. Прекрасные примеры демонстрирует система исторических городов. Исторических столиц, будучи насыщенными умными технологиями, информационными технологиями учета, распознавания образов и так далее, они становятся более комфортными. И уже сегодня существуют социологические исследования, которые говорят о том, что благодаря насыщению умными составляющими города становятся более аттрактивными, привлекательными и повышают мобильность населения, становясь центрами притяжения. Вот эти центры на каком-то этапе, они начинают взаимодействовать между собой, и поэтому у меня, естественно, рождается такое предложение о создании умной системы расселения. Очевидно, облачные технологии воплощают аналог, глобальное целое, удовлетворяющее информационные потребности каждого человека персонала. Разве система расселения не то же самое делает? Уже многие тысячи лет она, будучи принадлежащей, как бы, всем, удовлетворяет потребности каждого. Поэтому есть основания преследования будущих, я думаю, при проектировании, законы развития информации, ее бытия, существования и так далее, и законы пространства организации больших систем расселения идентифицировать. Наверное, это поможет. Завершая, я хочу сказать, что умный дом, умный город, умная система расселения имеют некие пороговые значения. Очевидно, что только преодолев эти пороговые значения, эти системы обладают новым качеством, которые будут очень полезны. Нам очень важно, что это все способствует рождению новой архитектуры, появлению новых способов организации жизни людей. И завершая, я отмечу, что если умный дом влияет и меняет быт человека, умный город влияет и меняет образ жизни горожан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!